приходится понимаете выключать музыку когда записываю вот такие вот live подкасты почему потому что при выгрузке на youtube иногда youtube скривляться начинает говорит что использована музыка в качестве там аранжировки которые на которую имеются там авторские права 5 10 давайте убирайте звуковую дорожку особенно когда мелодии несколько да еще и на них на всех чут заявлено в итоге если выбираешь всю дорожку звуковую то и разумеется вы и меня не услышите вот поэтому приходится записывать все без музыки соследить за тем чтобы никакой музыки не было вообще когда записываю вот это видео такое вот да второй раз я опять вхожу за день в эфир такое не часто бывает вот о чем я хотел поговорить о том хочу о том чего не хватает в ммэй чтобы ммэй вообще завоевала весь мир называется и стала еще популярнее чем сейчас смотрите какая вещь есть пара моментов может больше в которых а традиционные боевые искусства и традиционный боевой спорт пока превосходят ммэй я не буду говорить часа техники потому что об этом я записывал видео подкасты считаю что самая наиболее работающие самое лучшее ммэй в себя выбрало сейчас все будет отшлифована усовершенствована и лучше чем ммэй боевой системы не будет это мое мнение в котором я скажем так уверен абсолютно просто выкристаллизуется в совершенную боевую систему очень удачную наиболее ну как эффективную работоспособную самую реалистичную а техника там будет абсолютно филигранны методики подготовки будут стандартизированы все будет просто классно но вот в чем сейчас пока недостаток недостаток заключается в одном недостатке популяризации в самых широких слоях населения все-таки из-за того что ммэй не вышло из профессионального вида то есть это тот редкий случай когда спорт из любительского стал профессиональным обычно идет и прям противоположность спорт долгое время является любительским и потом там появляются профессиональные лиги и спорта на профессиональном в ммэй случилось все с точностью до наоборот то есть это и был изначально профессиональный вид спорта то есть это было скорее всего профессиональное шоу вот и даже по правилам ммэй в россии на соревнования по ммэй не допускались люди имеющие разряд ниже кандидатов в мастера спорта в каком-то боевом виде спорта вот так то есть это сразу было было прошу прощения было предназначено для профессионалов то есть для очень подготовленных атлетов что соответственно повлияло на то что отсеклись абсолютно отсекся абсолютно весь тот контингент которым у это все дело нравится но который просто себя с этим не ассоциирует в силу недостаточности подготовки то есть это сразу дети мимо взрослые из категории бывшие и для тех кому за 30 тоже мимо вы понимаете какая штука произошла да то есть если хочешь заниматься значит ммэй то делись в ринге в клетке в кровь только так и никак иначе иначе это уже не надо ммэй иди занимайся там чем-то более любительским более таким что попроще в лайт-варианте перед новым годом то шишки набился на голове это просто тренировки сейчас еду просто прижали пару раз да ну чё бывает ладно так вот смотрите какая штука а а теперь совсем недавно с конференции приехал с за круглого стола и вся концепция сейчас идет к тому что ммэй должен стать а популярным и массовым видом спорта причем любительским видом спорта да то есть расширяются границы в сторону снижения возраста с которого можно заниматься значит ммэй и соли и соответственно соревнования проводить и все такое прочее но родители понимаете родители приводят обычных секций детей и родители видят по телевизору что такое есть ммэй а бокс хороший вопрос а бокс тоже в общем-то если рассматривать над историю саморазвития бокса и выбрать эти гладиаторские бои когда был тотализатор либо без перчаток либо в перчатках с малым количеством унций то профессиональный бокс в том в том виде как оформился сейчас он появился намного позже чем любительский бокс уже вовсю про и над олимпиады проводились уже проводились собственно говоря различного рода чемпионаты и вот только тогда стал выкристаллизовываться тот а профессиональный бокс в тех ассоциациях и тех видах которым мы его видим сейчас а то что было до этого ну это скорее можно было назвать не спортом а действительно гладиаторскими боями тотализаторными то есть это спорта не было соревнований как таковых виде чемпионатов мира европы не было только то есть они появились сначала в любительском со мной боксе вот и потом уже а появились и чемпионы мира в профессиональном боксе он весь и и мы так опять же видим что из любительского спорта из любительской самой базы ну то ходят люди профессионалы в бокс то есть редко кто а сразу делается профессионалом в боксе но это мы уже про настоящее говорим в свое время то есть бокс как фундаментальная школа в том виде в котором сейчас есть он тоже вылез вы вырос вот так вот скажем из бокса любительского вот ну ладно это как бы другая несколько тема вот так то если конечно к истокам сам не вернулся то можно так точно сам и говорить и про карате что в карате но это изначально тоже спорта не было там была реально прикладная боевая система с помощью которой люди пытались убить друг друга и только потом это стало спортом но мы же не называем это профессиональным карате что это была профессиональная лига когда бойцы там из одной деревни пытались заколбасить насмерть на других это не являлось спортом и не являлось профессиональным видом спорта тем более мы же все таки про спорты говорим сейчас а не про тутилизаторы и не про бои насмерть и не про гладиаторские бои ну так вот я вернусь немножко дальше назад но вообще я спасибо за вопрос потому что я очень люблю когда дебаты возникают вот не дебаты а живое так общение то есть вопрос ответ это всегда приятно интересно в живую то ну так вот не хватает того самородителям ну понимание что ммэй может являться и непрофессиональным шоу но к сожалению ммэй все сделала для того чтобы все так считали то что мы видим по телевизору постоянно проведение самих боев а профессиональных боев которые так интересны зрителю они на самом деле подрывают абсолютно ту систему популяризации которую пытается ввести федерации и союз ммэс на россии то есть чем мы больше видим таких шоу где дерутся профессионалы тем меньше а родители хотят ввести туда своих детей в такие секции могут привести такие родители которые сами занимались серьезно и или занимаются сейчас и понимают что в принципе а травматизм в этом виде спорта ничуть не больше чем предположим в той же самой классической борьбе с греко-римской или в том же боксе или в том же самбо понимаете вот но вот это шоу оно в какой-то мере немножко портит всю эту систему то есть делает ее так когда мы видим кровь да на канвасе родители не готовы туда ввести своего ребенка и конечно создавать секции и ждать что туда народ просто табуном повалит довольно сложно если не провести предварительно серьезную методологическую работу и не показать что в секциях то в этих не пытаются в полной мере готовить тех бойцов которые станут обязательно профессионалами в этом виде спорта ведь посмотрите сколько занимается детей в секциях предположим того же карате карате это самый популярный самый массовый вид спорта по крайней мере на территории России больше всего детей больше всего людей занимается в секциях боевых искусств занимается больше всего народу карате больше чем боксом больше чем атлетикой легкой больше чем лыжами карате оказывается самый массовый вид спорта на территории российской федерации по крайней мере так было еще два года назад не знаю может что-то поменялось статистика может и на и сейчас но тем не менее я не думаю что она сильно переменилась вот а почему а потому что человек который хочет заниматься карате он может выбрать для себя любой путь он может стать и профессионалом а может заниматься что называется для здоровья ммэй же как таковой себя позиционирует таким образом что для здоровья там ничего не получается там наоборот все получается вопреки то есть спортсмены занимающиеся ммэй так получилось что обязательно должны получать какие-то травмы либо аутотравмы либо друг другу наносить их то есть нельзя заниматься ммэй для себя для здоровья это обязательно какое-то перебарывание себя через травмы это мой путь я несу за него ответственности выбор я готов жить с этим ля 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 вот эти всякие высокопарные слова молодых и зеленых да которые потом просто не знают еще так что такое когда сам дело к инвалидности подойдет если вы понимаете кто-то на этом деньги заработает ну сами профессионалом и получат за бои хорошие гонорары другие это не получат надо понимать что вы хотите если вы занимаетесь любительским видом спорта и занимаетесь с целью для того чтобы стать более активным более подвижным более ловким умелым постоять за себя вам не обязательно для этого сми травмироваться и выступать на профессиональных шоу заливая своей сам кровью там канвас из клетки понимаете вот и вот этого то как раз понимание и не хватает в современном ммэй в россии поэтому отсекается огромное количество контингента который хотел бы заниматься то есть дети хотели бы заниматься но их не приводятся многие родители а также есть люди которые понимают что и в спорте а им делать уже нечего не выступать в ринге в клетке не будут никогда это люди которым там за 40 лет а может и больше уже вот но они хотели бы прийти побороться и они не именно хотели бы заняться ммэй они не хотят заниматься боксом или заниматься каратэ или самбо или греко-римской борьбы они хотят именно ммэй им вот это нравится нравится это школа потому что ту же школа своя самостоятельно им хочется вот это вот именно смешанные им нравится микс файт но они туда не пойдут потому что молодые там будут их метелить и колбасить и ломать им кости рвать связки и тренера которые там будут будут тоже настаивать на каких-то боях на ветеранских там 5 10 человек в принципе к этому не готов ну и не готов понимаете минимальная защита минимальные все вот эти вещи они к чему мы приведут нормальный публичный человек предположим да который постоянно общается с людьми у него работа социальная хирург например там да или какой-нибудь там главный врач в больнице или там преподаватель в школе но он просто не может такого допустить что он постоянно будет с разбитыми руками и мордой побитой ходить и с это ему соревнования как таковые не нужны но тренироваться он хочет получается так что то он где себя может найти в секциях традиционного карате в секциях айкидо не знаю в каких то других даже в той же самой борьбе даже в том же самом боксе его возьмут и будет с ним заниматься тренер понимаете или даже в группе он будет заниматься но в ММА такого не произойдет никто с таким человеком заниматься не будет если только персонально и только за деньги в секцию в группу он туда не попадет не нужно а вот знаете где это все хорошо работает где с такими людьми научились хорошо работать и откуда нужно это все дело позаимствовать это нужно взять из тайских кемпов куда люди приезжают и действительно за здоровьем где хочешь ты там после тренировки стажировки в таком тайском кемпе подраться на профессиональном ринге тебе там организуют такой бой по тайскому боксу или по какому другому виду сейчас они стали и джиу-джитсу бразильское преподавать и грэплинг и другие виды то есть ММА но скажу за тайский бокс потому что это там распространено а хочешь ты можешь взять себе там профессионального тренера или групповые тренировки и реально для здоровья для своего для того чтобы повысить свой уровень самобороны уверенность заниматься и такие группы занимаются прекрасно и люди приходят туда как и новички так и бывшие профессионалы так и бывшие спортсмены любители которые достигали какого-то уровня и прекрасно там занимаются и мало того что они занимаются они там действительно повышают уровень я видел тех новичков которым за два месяца ставили первичную базовую технику до весьма приличного такого уровня что на них просто приятно посмотреть то есть великолепный прогресс я видел самих боксеров которым за два месяца за месяц ставили неплохую так относительно технику ног которые можно реально применять она уже вылетает там автоматически ставили локти колени понимаете если уже база какая-то есть то есть человек любой в любом возрасте любого телосложения независимо от пола может в такие секции прийти заплатить и в групповых сам секциях заниматься вот и люди туда табуном ломят понимаете там вот взять такой вот тайгер-кэмп в Кукете я очень сам люблю туда ездить мне нравится он больше всех ну это неважно какой то мы возьмем тот же Леон Симби там или какие-то другие в принципе там все то же самое просто тайгер мне лично нравится вот и там все это дело работает смотрите прекрасные вот методологию работы с такими людьми надо и брать в ММА и это надо раскручивать обязательно показывать показывать что не просто профессионалов можно выращивать а можно заниматься ММА просто чтобы заниматься не ради профессиональных боев не ради титулов и регалий а просто ради самого занятия как такового это я говорю скорее всего буду вернее доносить эту идею до функционеров союза ММА и России потому что если действительно есть желание ММА сделать популярным видом спорта массовым и открыть большое количество секций в том числе и детских то надо обязательно работать в таком ключе нужно обязательно дать понять народу людям, родителям и тем людям которые постарше хотят сами заниматься что ММА это не только профессиональные направления профессиональные шоу где надо обязательно драться в рамках профессионального шоу что конечная квинтэссенция всех ваших тренировок это вот это вот нет может быть точно так же как абсолютно во всех секциях традиционного карате или секциях любительского бокса где люди занимаются для себя ММА может быть тем видом спорта тем направлением боевого искусства где люди могут тренироваться не для спортивных состязаний а для повышения уровня собственного ну как сказать самоуверенности, своего здоровья уровня мастерства а кто захочет выступать тот пожалуйста будет выступать вот эта вот идея очень важная и сейчас в настоящий момент в ММА этого круто не хватает это целая большая работа предстоит потому что все говорит о том что союз ММА России нацелен, направлен на то чтобы ММА популяризировать в самые широкие массы и самогисла и населения работать с различными федерациями работать с министерствами спорта и туризма чтобы разрастаться именно как федерация любительского спорта ну и без этого никуда не деться до тех пор пока родители не поверят в то что ММА безопасен для их детей в плане тренировок и занятий они туда массово детей своих не поведут вот так вот ну что ж в общем то на этом все будем думать ребята кто болеет за ММА голосуем вот высказываем свое мнение обязательно мне оно будет интересно потому что после нового года я собираюсь общаться с руководством союза ММА России мне доведется и по другому поводу буду общаться вот но и эту тему я обязательно подниму потому что она напрямую связана с методической работой в том числе с методической работой в области профилактики специального спортивного травматизма но и с маркетинговой большой тоже деятельностью которая будет направлена на освещение работы федерации в различных СМИ, социальных сетях и так далее где будет показано именно не только подготовки к профессиональным шоу как берут людей там готовят они выступают и бьются там и бьются в кровь там это тоже важно и интересно для популяризации среди ограниченного контингента среди молодых людей которым это составляющее ММА наиболее интересно вот для того чтобы охватывать более широкие круги нужно строить маркетинговую политику ММА несколько иным способом и не просто маркетинг ради маркетинга чтобы обмануть людей с помощью каких-то манипуляций и там показать то чего нет вот а действительно сделать так чтобы ММА был абсолютно безопасен для детей был интересен и безопасен для людей которые постарше и не имеют никакого желания травмироваться в полноконтактных боях в рамках спортивных шоу и мероприятий вот высказывайте свое мнение свои предложения это очень интересно очень нужно потому что есть у меня свои мысли по этому поводу я их обязательно в отдельном подкасте и видеоролике запишу но ваше мнение может очень сильно повлиять я могу конечно не полностью картину видеть и какие конечно одна голова хорошо а несколько лучше и имеется в виду не голова конечно а мысли чем мыслей больше по этому поводу тем будет интереснее ну ладно друзья по этому поводу пока что хотел сказал всем пока а вы подписывайтесь обязательно на мои каналы на ютубе просто наберите на ютубе Михаил Шилов вы меня быстро найдете вот а также посещайте мои сайты будушин.ру будоблог.ру макевара.ру корректура.ру докторшилов.ком сайты по тематике боевых искусств постановки ударов снарядной подготовки закалки ударных поверхностей конечностей по спортивной тематике по медицинской тематике в спорте будет интересно удачи друзья удачи